Приветствую! Продолжаем разбор законопроекта 10.378 и законопроекта 10.379. И сегодня мы поговорим о том, какие же требования к повестке, то есть какая форма должна быть, что в ней указано должно быть, какие правила вручения этой повестке, можно ли от нее отказаться, и какие будут последствия неявки по повестке в ТЦК и СП. Напомню, что я уже сделал несколько видео по поводу вот этих законопроектов, где подробно разбираю отдельные вопросы. Ссылочка на эти видео есть в описании к данному ролику. Ну а теперь переходим непосредственно к разбору тех вопросов, которые были заявлены. В законопроекте 10.378 находим 13-ю страницу. Здесь содержатся изменения, которые предлагаются в статью 22 закона о мобилизации. И в частности, часть 3. Вот обратите внимание, что это часть номер 3. Это для нас принципиальный вопрос. Мы к нему вернемся, разберемся почему. И вот здесь листаем почти в конце страницы уже, да, идет следующее правило. Вот оно. У рази отримания повестки про выклык до ТЦК и ТСП громадянин зобовязаны з'явитися у зазначенной в ней мисце та строк. Ну вот она обязанность являться по повестке. Ну она по сути и была, только немножечко по-другому формулировалась. Дальше идет у нас перечень требований к информации, которая должна содержаться в повестке. Ну и мы видим здесь, да, призвища имя по-батька, вина имянования ТЦК, мэта-выклыку, вот интересно, да, мэта-выклыку. Зазначение месяца дня и часу явкой за выклыком, то есть там адрес должен быть ТЦК указан и так далее. Вот что интересно, здесь должна быть подпись по садовой особы, яка выдала повестку. То есть, как и раньше, никто ничего не изменил. Повестка должна быть заполнена в ТЦК и ТСП. То есть, повестка должна быть заполнена заранее и право выписывать повестку любому представителю ТЦК и ТСП здесь не надо. Это должна быть по садово особо, а не какой-нибудь там рядовой военнослужащий, которые ходят и выписывают повестку. Дальше, что интересно, вот это мне интересно. Регистрационный номер повестки должен быть там указан. А знаете, почему это? Это же вообще хохмат. Это же для того, чтобы повестки не покупали. И сейчас я понимаю, у многих такой взрыв мозга в смысле, ты о чем говоришь, как это покупать повестку. Да, повестки продаются. Вы удивитесь, но повестки продаются. Хотя многие это и так из вас знают. И мы это, кстати, знаем в том числе по материалам сайта ДБР, которые возбуждали уголовные производства в отношении представителей ТЦК и ТСП. Суть в чем? Ты платишь деньги, тебе выписывают повестку на какую-то дату, через месяц, например. Ты ходишь с этой повесткой по улице, когда к тебе подходят и говорят, и хотят вручить повестку, ты показываешь, мол, вот повестка у меня уже есть. Далее, через месяц, ты приходишь снова к тому человеку, с которым у тебя контакт. Ты снова платишь деньги. Он снова тебе выписывает повестку еще на месяц. Ты снова с ней спокойно месяц ходишь. Естественно, эта повестка нигде не учитывается, никто тебя в розыск не подает. Она просто тебя защищает от выдачи другой повестки. И вот для того, чтобы такого не было, появилось такое требование, что повестка должна иметь регистрационный номер. Ну и последнее, что здесь есть, это вот разъяснение про наследки наявки и про обовязок поведомлеты, про причины наявки. Понятно. Идем дальше. Что здесь интересного по поводу самой повестки? Вот здесь будем читать. Вот оно. Повестка про выклык до ТЦК ТСП може бути вручена громадянину особисто. И дальше идет перечень мест, где могут вручать повестку. В помещении ТЦК, по месту жительства, по месту работы и в громадских местах представниками ТЦК та обо полицейскими. Вот здесь остановимся подробнее. Обратите внимание. Здесь уже написано «представникамы». То есть, еще раз, вот слово у нас «представникы». Да, вот оно. А когда мы посмотрим выше, да, где требования к повестке. Здесь требования про питпы с посадовой особы. То есть, посадовая особа выписывает повестку, а потом уже вот эти сами представники ТЦК ТСП или полицейские могут вручать, соответственно, повестку. И, как мы видим, даже вот в предыдущих пунктах тоже, имейте в виду, что здесь вот и по месту работы полиция может вручать, и по месту жительства полиция может вручать. Но вручать повестку, которая заполнена уже заранее, не выписывать повестку на месте, этим правом их здесь не наделили. И, конечно же, о чем это говорит? О том, что, ну, проблема не решена. То есть, от того, что они будут приходить. Да, мы вчера с вами разбирали, что каждый из нас должен теперь носить документы. Ну, если этот законопроект 10.378 будет принят. И полиция может проверять документ, ТЦК может проверять документ. Ну, вот вопрос. Выписать повестку может только должностное лицо ТЦК и СП. Не полицейский, не представитель ТЦК и СП, а только должностное лицо. Ну, а вручать уже может и полиция, и, соответственно, ТЦК и СП. Идем дальше. Вот смотрим здесь. Повестка про выклик до ТЦК и СП может быть надислана громадянину через электронный кабинет призывника, військовозобовязанного та резервиста, або на электронную почту. Сейчас многие из вас сразу говорят, что откуда вы узнаете мою электронную почту, а кабинета у меня нет. Друзья, вчера мы этот вопрос подробно разбирали, и мы говорили, что в законопроекте 10.378 написано, что мы обязаны передать свои данные, номер телефона, номер электронной почты в ТЦК и СП и зарегистрировать кабинет. Если мы этого не сделаем, многие же сейчас говорят, так, а я не сделаю это. С этим мы еще поговорим, что будет, если мы не передадим. Хотя, что говорить, мы вчера говорили, да, там, возможно, блокировка счетов и административная ответственность достаточно серьезная. Но это другой вопрос, продолжаем здесь вопрос повестки. В законе теперь появляются уважительные причины для того, чтобы не прибыть по повестке. И вот смотрите, что является уважительными причинами. 1. Перешкода стихийного характеру, хвороба громадянина або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк. 2. Смерть його близького родича, батьків, дружини, чоловіка, дитини, рідних, брата, сестри, діда, баби або близького родича його дружини, чоловіка. 3. То есть у нас є уважительні причини неявки в ТЦК і, соответственно, якщо у вас одна із цих уважительних причин, то я б рекомендував, якщо це все буде прийнято, 4. Уведомляти по телефону ТЦК і СП, для того, щоб вони не запускали процедуру розыска і т.д. в отношении вас. І здесь ми подошли к следующему вопросу, а можна ли відказатися від повістки? Як ми з вами знаємо, з точки зрення Конституції України, чоловік може робити все те, що не запрещено действуючим законодательством. Запрета на відказ від повістки нет, але при этом нет ни процедуру відказу від повістки, не предусмотрено, прямо не предусмотрено последствий отказа від повістки. Але здесь ставимо вопрос по-другому. А що буде, якщо я відкажусь від повістки, або ж якщо я возьму повістку, але не явлюся в ТЦК по ней? І для того, щоб відповідати на цей вопрос, нам потрібно посмотреть законопроект 10.379. В законопроекте 10.379 есть вот такая статья 210 прим. Здесь мы сразу смотрим часть вторую ее, поскольку она предусматривает ответственность за нарушение мобилизационного законодательства в особливий период, а сейчас именно такой период. І, соответственно, здесь є наказання у нас от 2000 до 3000 необлагаємих минимумів. Но це не наказання, це штраф, якщо юридично правильно. Т.е. от 34 до 51 тисячі гривень штраф за неявку по повістке. При этом обращаю ваше внимание, що прожиточний минимум, вернее необлагаємий минимум доходів громадян в цьому случае рассчитывається, исходя із суммы 17 гривень, що предусмотрено Налоговим кодексом України. Ідем далі. Це не все ситуации. Т.е. це послідствия просто неявки по повістке. А ще ж є послідствия, які можуть бути і в случае неявки по повістці, і в случае отказа від принятия повістки. Та ситуация предусмотрена вот тут. Я більш чем уверен, що поліція буде пользоваться вот этими изменениями. Це змінення в 263-ю статтю КУПАПА. І тут сказано, що якщо людина нарушає законодательство о обороне, військовій службі і мобилизції, його можна задержати на срок до трьох часів, а в необхідних случаях для встановлення особи, та обо з'ясування обставин правопорушення до трьох дип. І я більш чем уверен, що в тех случаях, коли людина скажет, що я відказуюся від повістки, к нему буде применяться вот эта норма. Скажуть, окей, нам потрібні з'ясуваті обставини правопорушення, і тому ми задержуємо тебя на три дня. Возможно, я ошибаюсь. І, можливо, не так буде поступати поліція, але я подозреваю, що именно так буде. Соответственно, чоловіка, який не явився по повістки, тож можна буде задержати до трьох суток по этой статье. І якщо ви думаєте, ну окей, все, выдохнули, на этом наші беди закончились. Нет, ми зараз з вами вернемся к законопроекту 10.378, і увидим, які ж там ще последствия є. Нарушення части 3 ст. 22 Закона України про мобилизацию. Помніте, я вам вначале говорил, що то, о чому ми говоримо, вот эти вопросы по поводу повістки, по явці за повісткой, вони предусмотрені частью 3 ст. 22 Закона о мобилизации. Вот, зачем я просил це запомніть. А в законопроекті 10.378 на страниці 77 є вот така ст. 20 прим. І в ній сказано, військовозобов'язані та резервісти, які не виконали обов'язку, визначені частиною 3 ст. 22 Закону України про мобилизаційну підготовку та мобилизацію, за повідомленням керівника ТЦК, вносяться до єдиного реєстру боржників та до них застосовується наступні обмеження у вигляді запрета на виїзду з України, ограничення операций с недвіжимостю, ограничення права управлять транспортним средством, ограничення права использовать свої денежні средства, отказ в заключенні кредитного договора, либо договора займа, приостановка льгот і услуг от государства. Що тут ще сказати? А що тут можна сказати? Ну, мені, як юристу, то, що там написано, не понравилось. Мягко говорять, не понравилось. Але це всього лиш законопроект, в можливі він не приобретє силу закона, ми знаємо, що є вже політкіні сили, які заявили, що проти чи Hmお願いします, что такой законопроект они не поддержат будем смотреть за развитием событий если вы хотите быть в курсе новостей по вопросам мобилизации выезда из украины подписывайтесь на мой youtube канал также приглашаю вас в свой телеграм-канал там я выкладываю информацию более оперативно чем на ю тубе но я вам пожелаю удачи благополучия и конечно же мира пока пока